Неосторожность при курении. Такой была основная причина пожаров в прошлом году. На втором месте нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Также возгорания происходили из-за неправильного устройства и неисправности печей и неосторожного обращения с огнём. В ушедшем 2023 году огнеборцы выезжали на 43 пожара. Один человек пострадал, погибших не было. Основная доля пожаров пришлась на много квартирные жилые дома и контейнеры для сбора мусора, находящиеся на открытых площадках. Множество пожаров произошло в садовых домах, банях, а также дачах. Причинами данных пожаров послужили неправильное устройство и эксплуатация электрооборудования, также неправильное устройство и неисправность печей. Был один пострадавший по результатам пожаров, произошедших в 2023 году. Вред здоровью был средний. Человек поступал с ожогами. Период новогодних праздников также не обошёлся без пожаров. В каникулы огнеборцы выезжали на два возгорания – в многоквартирном и садовом домах. Специалисты напоминают горожанам о правилах безопасности при обращении с огнём и электроприборами. Не оставляйте технику без присмотра. Не используйте пертехнические средства и курительные приборы в закрытом помещении. Запрещается использовать электрические провода, кабели с видимыми нарушениями изоляции, также с термическими повреждениями. Кроме того, необходимо использовать газовое оборудование в рамках технической документации, не оставлять электронагревательные приборы и газовое оборудование без присмотра. При использовании открытого огня держите подальше легко воспламеняющиеся предметы. Лучше всего на расстоянии не менее полутора метров. Также профилактические беседы важно проводить с юными саровчанами. Родители призывают напомнить своим детям о том, что игры с огнём опасны.